Идет дождик-моросит, его видно прямо вот на ярком-ярком солнышке. Это даже не дождик, а вот именно вот такая вот маленькая изморозка, почти что невидимая, но мы ее видим вот здесь на ярком солнышке. Знаменитая река Туит, мы очень близко к границе с Англией, поэтому вот вся эта территория, вот эта вот коллекция маленьких шотландских деревень называется Scottish Borders, то есть шотландские границы, поскольку мы уже близко к границе с Англией здесь. Ну, это типичный для Великобритании мост, он почти в каждом городе, деревне может наблюдаться легко. И здесь мы даже обнаружили колодец желаний. Надо же, какая прелесть! All proceeds donated to local charity. Если люди, естественно, опускают туда монетки на исполнение желаний, то, согласно этой надписи здесь, все это идет на благотворительность. Три рыбки? А, можно, может быть, загадывать три желания? По русским поверьям, одна золотая рыбка исполняет три желания, а здесь три рыбки. Может быть, если каждый исполняет по одному желанию, это тоже три желания получается. Прекрасный день, солнечный сейчас, и такой свежий, теплый, несмотря на ветерок. Очень много зелени, как всегда. Это наша первая прогулка в этом маленьком городке. Очень близко от Эдинбурга, где-то полчаса езды, город под названием Пибблс. И вот мы сегодня вылезли из отеля где-то после двух часов дня, или даже почти уже три было, потому что до этого шел дождь с утра. Ну, а комната в отеле такая классная, с высокими потолками, с окнами прямо на лес такой вот густой. И плющ по стене. Сюда же и не хотелось выходить. Тем более мы устали за прошлые почти уже три недели. Мы толком не высыпались. Просто хотелось так лежать и слушать дождь, и смотреть в окно. И, может быть, даже поспать. Но время летит быстро, и чтобы все успеть, надо поднимать себя и успевать жить, успевать видеть, слышать, изучать. Все новое, все красивое. Наслаждаться дневным светом, солнышком, пока это доступно, поскольку скоро осень, и дни будут уже не такие длинные. Особенно в ноябре. Надо будет дотерпеть потом, до 22 декабря, когда дни опять станут увеличиваться с каждым днем на одну минуту. И так мы и в маленьком шотландском городке под названием Пибблс. В полчасах езды от Эдинбурга. И очень надеемся, что мы продлим еще на день или два наше здесь пребывание, поскольку и для здоровья лучше здесь оставаться, здесь лучше, свежее воздух, атмосфера и качество жизни ощущается. Лучше, чем в самом Эдинбурге. И одновременно дешевле снимать здесь отель или квартиру. И если надо в Эдинбург по делам, то просто можно поехать и приехать. И даже оплатив парковку в Эдинбурге в течение дня, все равно получится дешевле, чем заплатить за день в отеле в самом Эдинбурге. Хотя там мы тоже, конечно, уже оставались не раз. Довольно продолжительное время. И если нам понадобится, мы опять поедем туда. Но пока в этом нет необходимости. Можно вот так вот пользоваться этим случаем и шансом. И расслабленно оставаться в других местностях. В округ Эдинбурга, чтобы быть и здоровее, и успевать больше в течение дня, и отдыхать. И одновременно это получается более практичнее по деньгам. То есть это тоже такой небольшой совет для тех, кто путешествует.